Полетели! К запуску ракеты дружбы приготовиться! Городской фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Радуга талантов» на этот раз прошел в космической атмосфере. Все его участники совершили путешествие по творческим планетам на ракете дружбы. Ведь для этого мероприятия важно не только показать таланты ребят, но и пообщаться. Сегодня слово «инклюзия» является очень известным, популярным, я бы сказала, и необходимым. Потому что именно инклюзия, когда вместе у нас дети с ограниченными возможностями и дети нормы, как мы их называем, здоровые дети, наверное, это самый важный фактор социализации. Потому что изолировать этих детей, даже если с ними очень хорошо работать, нельзя. Они такие же дети, они хотят дружить, хотят общаться, хотят выступать вместе. И поэтому у нас в данном случае и студия, с которой мы выступаем, студия инклюзивного танца, называется «Вместе». Фестиваль «Радуга талантов» более 10 лет. Ежегодно в нем принимают участие около сотни детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 6 до 18 лет. Кто-то проявляет себя в декоративно-прикладном или художественном творчестве, а кто-то танцует и поет. Шкатулка – это стуколка для всяких разных штук. И если потрясти ее, усолочь штуку-тук-тук. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Выход на сцену для многих из этих ребят – настоящий подвиг. Не забыть слова, не разволноваться порой бывает очень сложно. Сергей Небов на фестиваль представил ветраж учебной работы, который делал вместе со своим педагогом. Но только вместо красок здесь использован пластилин. Мне очень нравится, что детский дом творчества, в том числе и наш педагог, постоянно предлагает участвовать в каких-то выставках, в каких-то конкурсах. Даже если Сережа не получает никакое призовое место, иногда получает, дает грамоты, благодарственные письма. То есть для таких детей это тоже очень важно. Даже если он не говорящий ребенок, но он все равно радуется каждому достижению. А я еще больше радуюсь. В основном все участники фестиваля – это ребята, которые занимаются в Центре дополнительного образования города Иваново. А этот концерт своего рода отчет за прошедший год. У всех достижения ведь разные. Кто-то сделал кисточкой три мазка – это для него уже достижение с его, допустим, заболеванием. А кто-то станцевал на сцене. И поэтому мы мест здесь не раздаем. У нас все ребята получают дипломы, все получают сладкие подарки. Подарить праздник и детям, и взрослым – такую задачу ставит организатор фестиваля «Радуга талантов». И это понятно. Если довольны ребята, то их родители счастливы тоже. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.